Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без цензуры» на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня в наших гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации двух созывов Ярослав Евгеньевич Нилов. Добрый вечер! Фракция ЛДПР, самое главное. И кандидат в мэры Петрозаводска, фракция ЛДПР Петрозаводска, Денис Анатольевич Зазовский. Добрый вечер! Ну что ж, сегодня у нас два замечательных человека, с которыми мы поговорим на очень острые темы, которые волнуют сегодня петрозаводчан. Ну, собственно, и жители всей страны, даже бы я так сказал. Но первый вопрос, конечно же, Ярослав, ваша поездка, она связана напрямую с выборами? В Госдуме, как известно, в это время каникулы. Но фракция ЛДПР в отпуск не ушла. Мы все разъезжаемся по регионам. Я курирую несколько регионов, в том числе, и был командирован в Петрозаводск и вообще в Карелию, я проеду по районам, для того, чтобы посмотреть, как здесь происходят наши выборные процессы, как участвует наша организация, какая идет работа, агитация, пропаганда, где-то скорректировать, где-то подсказать, встретиться с избирателями, взять наказы, взять обращение граждан, увезти в Москву, сделать депутатские запросы. Это наша депутатская работа, и ЛДПР не впадает, в отличие от других фракций и партий, в межвыборные свячки. И летом мы продолжаем работать, несмотря на то, что у нас каникулы. Зрители нашего канала об этом знают, потому что наша программа постоянно, и мы информируем о том, как работает фракция. Но, тем не менее, первые впечатления от Петрозаводска, наверное, удручающие. Знаете, проблемы одни и те же, в принципе, в большинстве субъектов Российской Федерации. Особенно там, где проживают этнические русские. Дороги, тарифы на услуги ЖКХ, места в детских садах, экология. Вроде республика, Карелия, столько озер, столько рек и проблемы с водой. Но это же идиотизм, это же ему непостижимо, понимаете? Миграция просто захлестнула всю страну. У вас она тоже начинает набирать обороты. Поэтому немедленно надо наводить порядок, зачистить все чердаки, проверить все подвалы, все вагончики. Немедленно надо зачищать город. В Москве уже мы дожили до того, что организовали лагерь для нелегальных мигрантов. 500 вьетнамцев проживают и не хотят уезжать. Они готовы жить в этом лагере, таких вот не очень, конечно, комфортабельных. Хотя для них они шикарные. Для них это шикарно. Я был в этом лагере, они сами живут как поросята. Они пьют, тут же под кровать бросают эти стаканы все одноразовые, тарелки все бросают. Живут просто как свиньи, как поросята. Им нравится. Они до этого жили в более худших условиях, находясь на нелегальном положении в нашей стране. Но, видимо, приехав из Вьетнама, они уехали еще из более худших условий. Поэтому основная цель заработать здесь деньги и отправить на родину. Жесткий контроль должен быть со стороны государства за всеми финансовыми учреждениями, которые отправляют деньги отсюда на родину этих мигрантов. Ну, соответственно, главная задача, чтобы не повторилась такой же ситуации в других городах и весях нашей необъятной страны. Правильно я понимаю. Ну, посмотрите, сигнал пошел со стороны федерального центра, тут же начинается. Там нашли 500 мигрантов, там, оказывается, нелегалы работают, а до этого мы не знали. Вот я убежден, начать жестко работать против продажи наркотиков, тут же везде начнут вот эти вот всходы проявляться. У нас сегодня участковые все знают, где находятся мигранты, где проживают, кто их содержит, почему мигранты. Мигранты ты взял на работу, можно недоплатить, можно вообще не заплатить, можно паспорт забрать, он вообще будет бесправный. Если будет артачиться, права качать, ну, в соседнее отделение милиции на профилактику вывезти на пару часов, чтобы его там научили, как правильно с начальством руководствоваться. Это бесправные орудия труда, это рабский труд. Давайте в целом о стране поговорим. Вы бывали практически, наверное, во всех регионах. Опять же, где кандидаты от ЛДПР победили или вошли в законодательные собрания? Есть ли результаты, есть ли разница? Смотрите, у нас практически везде есть фракции ЛДПР в законодательных собраниях, за исключением Северо-Кавказских республик. За нашу принципиальную позицию по русскому вопросу, когда мы говорим открыто и прямо, что хватит унижать русский народ, пока русские не будут жить достойно, страна не будет развиваться. Вот за такую жесткую нашу позицию нам рисуют нули в Северо-Кавказских республиках. Но здесь нотки национализма нет? Никакого национализма нету. Мы не говорим, мы против кого-то. Мы говорим о том, что должен жить достойно, прежде всего, русский народ. И тогда всем будет хорошо. Мы говорим, что бюджетная политика должна строиться, исходя из принципа, равное финансирование всех субъектов, а не по национальному признаку или по конфессиональному признаку. И, кстати, вот у вас выборы мэра идет наш молодой кандидат Зазовский. Денис, почему мы делаем ставку на молодежь? Вот посмотрите, Смоленская область. Пришел самый молодой губернатор в стране, Алексей Островский, губернатор Смоленской области. И тут же начались исправления ситуации. Бюджет был дефицитный, сегодня он тоже дефицитный, но уже не такой большой долг. Он отказался от строительства резиденции. Ну, как можно в нищей области строить себе хоромы? Это делал прежний губернатор. Он отказался от этого. Он сделал в центре города рынок и написал, что Смолян он для Смолян. Бесплатно приезжает, торгует. И Смоляне знают, что можно прийти, купить качественное, хорошее, экологически чистое продовольствие на этих рынках. Почему то же самое не сделает Петрозаводский? Можно? Можно. А вообще, если мы посмотрим на ситуацию, что происходит, то есть только кандидат наш, новый, современный, креативный и кандидат действующий. Те, кто доволен жизнью, кому нравится, как работают ТСЖ, кому нравятся какие тарифы на ЖКХ, кому нравится состояние дорог, кому нравится, пожалуйста. У нас есть наш кандидат. У нас молодость, креатив, мы действуем по принципу. Иди вперед, ничего не бойся и главное, ломай стереотипы. Мы живем в обществе навязанных стереотипов. И это все у нас сегодня стопорит и тормозит. Весь мир, 21 век, в интернете сидит, а мы во многих вопросах продолжаем считать на счетах. Это недопустимо. Денис, но хотелось бы вас все-таки послушать. Если вы становитесь мэром или сейчас, на что вы делаете акцент в первую очередь? Что нужно, необходимо Петрозаводску? Все мы видим, конечно, и состояние город, и домов, и вот то, что уже Ярослав перечислил. Но все-таки самое важное, на ваш взгляд? Самое важное, в первую очередь, это добиться привлечения инвестиций в наш город. У нас дотационный бюджет, Ярослав уже об этом сказал. То есть, как может быть вообще? Я не понимаю, у нас чудесный город, у нас столько возможностей привлечения инвестиций. На инвестиционной карте России наш город просто не значится. То есть, нет просто возможностей инвесторам вкладывать деньги в наш город. Вот у меня вопрос, а как привлечь инвесторов? Нужно что-то показать, соответственно, город, наши возможности, нашу красоту, даже если в плане туризма какие-то инвестиции получать. Мы даже не забывайте, у нас команда работает, и у нас есть уже наработанный опыт. Вот, например, Алексей Островский, придя к власти в Смоленской области, сказал, я обеспечу комфортные условия для инвестиций. Никаких входных билетов, знаете, чтобы бизнесу войти на определенную территорию, надо дать взятки. Он говорит, первый, позвоню в правоохранительные органы и буду на контроле держать все эти уголовные дела, пока этих мошенников, преступников, коррупционеров не посадят в тюрьму. Второе, есть возможность обеспечивать комфортные условия для развития бизнеса, чтобы не было этих вот надуманных проверок, чтобы не было закошмаривания бизнеса. Бизнес, он сам может нормально развиваться. У нас прекрасные условия в Карелии, прекрасные условия в Петрозаводске. И туризм, и рыбалка, и охота, и досуг, и для бизнеса, для развития бизнеса. Ну, собственно, и науку можно развивать. И науку можно. Надо аэропорт, в конце концов, надо довести до ума, чтобы нормальные рейсы летали. Сюда из Москвы только поездом можно. Самолет иногда летает. И то летает через раз, и то еще не знаешь, приземлишься или не приземлишься. В этом же проблема. А транспортные условия — это нормальный стимулятор для развития бизнеса. Это очевидно. Без транспорта ничего. И туризм поедет. Турист поедет. Да, но не стоит забывать еще и Финляндия. Финляндия, и заграничные туристы поедут. Для них это интересно. А Кижи? Приехал в Петрозаводск, из Петрозаводска в Кижи. Оттуда можно отсюда, потом и на Валаам можно съездить. То есть здесь должен быть неким таким центром туризма. Центр, который бы привлекал сюда иностранцев. Центр, который бы привлекал сюда граждан России. Ведь Карелия, ну что мы знаем про Карелию, живя вне Карелии? Карельская береза. Да хотя бы прийти в этот березовый лес, посмотреть, подержаться за настоящую березу, которая выращена в экологически чистых. Ведь она лечит, эта береза. Я знаю, что эти все деревянные поделки специально покупают для того, чтобы человек излечивался. И все это нужно использовать во благо субъекта и во благо города. И самое главное, во благо жителей. Надо создать нормальные прозрачные условия для развития бизнеса. Надо зачистить все ТСЖ. ТСЖ созданы фиктивно, нелегально. Общие собрания не проводятся. Каким-то опросным путем полулегально людей опросят, понапишут там непонятно. Ну это да, это проблема общероссийская. Мы что говорим, надо перерегистрироваться в ТСЖ. Надо в обязательном порядке, чтобы был гражданский контроль. Чтобы пришел любой житель дома и сказал, покажите мне бухгалтерию, почему у меня столько-то такая сумма в платежке написана. Они до сих пор не поняли, уже другая страна. Уже нет тех ЖЭКов, которые в Советском Союзе работали. Люди остались. Но все поменялось у нас. Хорошо. Готова ли будет фракция ЛДПР в случае победы кандидата Зазовского сюда действительно команду специалистов со всей страны направить? У нас это будет показательный город. Мы уже показали в Смоленской области. Мы туда бросаем все силы. Мы туда стимулируем приток бизнеса. Мы стараемся создать информационные предпосылки для того, чтобы всестороннее развитие было. Регулярно я выезжаю в Смоленскую область по разным направлениям. То же самое и здесь. Если мы приходим здесь к власти, если кандидат от ЛДПР становится мэром, то первое, мы покончим с этнической преступностью. Мы нормально разберемся с миграционным вопросом. У нас не надо, чтобы жители Петрозаводска не знали, чем заниматься, не могли трудоустроиться. А непонятные граждане с различных республик, которые раньше входили в СССР, занимали рабочие места. Так это еще и преступность, проституция, наркотики и самое главное болезни. Мы даже не представляем, сколько негатива идет стороннего, идет производного от этого неудачно решенного миграционного вопроса. Хорошо, но все-таки, Денис, напоследок хотелось бы услышать от тебя несколько слов. Все-таки, почему я, например, как горожанин должен голосовать за ЛДПР, за тебя? Вот давай я сыграю роль сейчас нашей аудитории. Почему акцент в нашей партии в первую очередь на молодежь? Потому что у нас масса энергии, и мы эту энергию в первую очередь пускаем на работу. Только идти вперед, ничего не бояться, идти к цели, улучшение жизни нашего города, решение, в первую очередь, самых важных проблем, которые не решаются уже много лет. Я уже упомянул, если вкратце, то это привлечение инвестиций, то есть доходную часть бюджета, разобраться с расходованием бюджета, решить жилищный вопрос, уже наболевший, разобраться с управляющими компаниями, проблемой безопасности. Детские сады. Голосуйте за нашего кандидата в мэры, за ЗОВСКИЙ, порядок будет, спокойствие будет, не страшно будет ночью ходить по улице, не будет ни одного нелегального мигранта, единицы, которые будут делать самую черновую работу, которую не хотят делать граждане нашей страны. Этническая преступность будет, вообще этот вопрос будет закрыт. Будут созданы нормальные условия для развития бизнеса, наведем порядок в сфере ЖКХ, пересадим половину руководителей управляющих компаний за их безделие, за их разворовывание денежных средств наших граждан и сделаем места для наших детишек, которые должны идти в детские садики. Ну вот на этой ноте закончим сегодня нашу передачу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция ЛДПР и Денис Анатольевич Зазовский, кандидат в мэры города Петрозаводска. Вы смотрели без цензуры. Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». До свидания.